Власти Ирака заявили о полном освобождении от террористов исламского государства города Эр-Рамади. Административный центр крупнейшей провинции страны, расположенной в 100 километрах от Багдада, больше года находился под контролем боевиков. Последние несколько недель в районе шли ожесточенные бои, и армии Ирака наконец удалось вытеснить экстремистов. В ознаменование этого события в город лично прибыл премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади. Он установил иракский флаг в правительственном квартале. Мы поздравляем весь иракский народ. Мы будем преследовать террористов, вытеснять их отовсюду, и везде мы будем поднимать этот флаг. Мы очистим эту землю от всех боевиков. Экстремисты исламского государства будут разбиты так же, как они были разбиты здесь, в Рамаде. Отсюда они в конце концов трусливо бежали, но многие не ушли от возмездия. Впрочем, отдельные бандформирования, как сообщается, все еще могут укрываться в окрестностях Рамаде. Армия сейчас ведет их поиски. Также проводится разминирование территории. Кроме того, военные заявили, что им удалось захватить боевика, который выполнял роль министра финансов в группировке «Исламское государство». Сирия обвинила Турцию в прямой поддержке террористов. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари в своем письме в адрес генерального секретаря Панги Муна и Совета безопасности. Дипломат утверждает, Анкара постоянно вмешивается во внутренние дела Сирии. Турецкая армия обеспечивает огневое прикрытие при передвижении террористов вдоль сирийско-турецкой границы. А инцидент со сбитым российским бомбардировщиком, по словам Башара Джафари, еще раз доказывает этот факт. Самолет находился в сирийском воздушном пространстве. А утверждения Анкары об обратном являются попыткой сфабриковать данные и скрыть правду о причастности Турции к контрабанде нефти и поставке оружия террористам. Также сирийский дипломат заявил, что глобальный миграционный кризис спровоцировали именно турецкие власти с целью финансового шантажа европейских государств. Через территорию Турции хлынули сотни тысяч людей в поисках убежища в Европе. Пост предсирии предположил, что Эрдоган мечтает возродить колониальное наследие Османской империи, а также пытается посеять межнациональную и межконфессиональную рознь в странах региона. Джафари призвал международное сообщество занять решительную позицию с целью положить конец нарушениям Анкарой, нормы международного гуманитарного права и пренебрежения резолюциями ООН в сфере борьбы с терроризмом и его финансированием. Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию. Реджеп Таип Эрдоган намерен провести переговоры с представителями правящей монархии и с министром обороны королевства. За визитом внимательно следят сразу в нескольких странах. Как известно, Турция вошла в антиигиловскую коалицию под управлением саудитов и накануне стороны договорились создать совет по стратегическому сотрудничеству, в том числе в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, на повестке египетский вопрос. В последнее время отношения Анкары и Каира гладкими не назовешь, так что и здесь Эрдоган тоже надеется на помощь саудитов, которые с Египтом не ссорились. Ну и, конечно, нефть. Саудовская Аравия в очередной раз отказалась сокращать квоты добычи. Страны-конкуренты в панике. Цена на топливо падает, так что многие сейчас заинтересованы в дружбе с королевством. Мирные жители Сирии готовятся встретить Новый год. Война войной, но праздник хотя бы на одну ночь позволит отвлечься от опасных реалий. Новогодние торжества для сирийцев – это своего рода протест образу жизни, который навязывают боевики исламского государства. Игорь Максименко расскажет, почему в Латакии сейчас наряжают елки, готовят русский салат, а улицы украшают российскими флагами. Выпускник Московского автодорожного института, доктор технических наук Ножи Сабур с гордостью показывает свой сад. Здесь растет гранат, здесь авокадо, а тут неведомый заморский фрукт – ананасный грифон. Есть и целебная мушмула, и, конечно, вечно цветущие розы. Это моя любимая белая рожда. Это моя жена. Я белая, как ты. На благодатной сирийской земле может вырасти, наверное, все, кроме еля – главного дерева новогодних праздников. Ножи и его семья – сирийские христиане. К традициям относятся трепетно и соблюдают их неукоснительно. Сразу видно, что неукоснительно. Галва. Елка в доме, конечно, имеется. Правда, искусственная. Семья Сабур привезла ее 35 лет назад из Москвы. По давно устоявшемуся закону доктор Ножи собирает елку, а жена Валентина Михайловна наряжает. Обычно до войны я украшал вокруг моего сада. И весь, между прочим, наш атака очень смотрится в этих праздниках. А сейчас мы ее не украшаем, как будто мы в травме. В Атаке, как и во всей Сирии, сейчас, конечно, не до праздников. Фронт в каких-то 30 километрах от города. По утрам отчетливо слышна орудийная канонада. Но людям надоело жить в страхе. К тому же ситуация с каждым днем улучшается. Рядом с городом уже третий месяц действует российская авиабаза «Хмемим». Это звучит как сказка, но обстрелы со стороны боевиков прекратились в тот же день, когда здесь появился первый самолет российских воздушно-космических сил. Бросали на нас эти фугасы, ну мало, ну а сейчас спокойно вообще не бросаете. Как-то, ну, спина держится. А то, что самолеты летают, Россия? Ничего страшного летают. Ничего, надо, вот. Пусть летают. Даже хорошо. Главное, чтобы чужие не летали. Боевые действия в Сирии продолжаются уже 4 года. Уровень жизни в некогда вполне благополучном государстве заметно упал. Продукты подорожали в несколько раз. С полок магазинов исчезли привычные товары. В той же Латакии свет дают интервалами 3 через 3 часа. В других городах еще хуже. В Дамасске мы звоним русским. Мы говорим русский, потому что, знаете, на арабах. Кредит сих пор бомбят нас. Звоним нашим, который в Алеппо, говорит, вообще ни воды, ни света нет. Вот у нас экономят так, чтобы дать другим городам. Но они не унывают. И не такое бывало. Семья Собор помнит еще войну 1973 года. И ни разу у них и мысли не было покинуть дом, который они построили своими руками. Сейчас, когда рядом наши военные, в их жизни появились новые надежды. Когда знаешь, что ты прав, и большая страна тебя защищает, ты хоть знаешь, за что жить. Правильно? Потом дошло до того, что ИГИЛ уже на границе Дамаска. ИГИЛ на границе Ливана. Было бы очень опасно, если бы русский суданин не помогал. Благодарность за помощь проявляется на всех уровнях. Российская государственная символика на улицах – обычное дело. В быту дружелюбное отношение даже позволяет переступить некоторые незыблемые границы. В восточных домах гостям на кухню вход воспрещен. Но для нас сделали исключение. И даже раскрыли некоторые секреты арабского новогоднего стола. С российским, как выясняется, колоритом. Они делают русский салат, называют, именно русский, не оливье, называют русский. Но они в основном в ресторанах делают немножко по-другому. А мы делаем дома у нас и оливье, и студень, и винегрет, все как надо. И плюс арабское. Новогоднюю ночь они будут принимать гостей и сами ходить от одних соседей и родственников к другим. Здесь так принято. 1 января все семьей вместе с друзьями и коллегами соберутся в ресторане. Сирийский инженер, наш собор и его русская жена Валентина всегда так встречают Новый год. И никакая война их уклада жизни отменить не сможет. Я пожелала первое-первых всем нам. И здесь, и там мирного неба. Это самое ужасное оказывается в жизни, когда война. Я тут две войны прожила. И в 73-м году тоже войну прожила. Тут месяц была война. Мирное небо. Ну и, конечно, здоровье, любви, удачи обязательно. Все это я желаю и нам, и вам, и всем. Еще особое такое желание. После войны, когда будет мир, чтобы русские у нас остались. Нескромно, но это надо. Игорь Максименко, Алексей Зверев, Виктория Григорьева, Пятый канал, Латакия, Сирия. В Грузии утвердили нового премьер-министра страны. Им стал бывший глава МИД Георгий Кверикашвили. В ходе своего выступления перед парламентом глава Кабмина отдельно подчеркнул, его правительство будет поддерживать курс на сближение с Россией. Мы продолжим прагматичную, направленную на мир политику в отношении России. Это крайне важно для мирного развития и нашей страны тоже. В последние три года власти Грузии многое сделали в этом направлении. И мы продолжим прилагать к этому максимум усилий. Добавлю прежний премьер Грузии. Иракли Гарибашвили неделю назад объявила свои отставки. Одним из основных кандидатов на этот пост сразу стал Георгий Кверикашвили. Накануне его кандидатуру в парламент одобрил абсолютным большинством голосов. А сегодня распоряжение о новом назначении подписал президент Грузии. Ну а украинские власти продолжают антироссийскую политику. Петр Порошенко подписал закон, который позволяет Кабмину страны объявлять экономические санкции против России. Как сказано, это ответ на решение Москвы ввести таможенные пошлины и продуктовый эмбарго, аналогичный европейским. Действия России, напомню, вынужденные. Киев с нового года входит в зону свободной торговли с ЕС. И наша страна должна защитить свой рынок. Министерство экономического развития Украины уже подготовило и опубликовало перечень российских товаров, ввоз которых предлагается запретить. Это мясо, рыба, крупы, зерно, хлеб, водка, пиво, сигареты и шоколад. Сообщение с пометкой «Молния» приходит в эти минуты по линиям информагентств. Лидеры «Нормандской четверки» проводят телефонный разговор. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова